АПЛОДИСМЕНТЫ Нести все это в массы. Поэтому очень важно понять, что Дивкон — это на самом деле люди, которые приходят, не те, кто читает доклады. И отдельно хочется сказать, что это место людей, которые что-то рассказывают, оно не для нас, мы уже наигрались, это место для вас. Пожалуйста, дерзайте, выходите, читайте доклады, встречи открыты, и это самое главное во встречах. Они открыты. Дивкон — это люди, они компании. И люди могут переходить из одной компании в другую, это абсолютно нормально, менять цвета, вставать под другие флаги, но идеи их остаются. Поэтому хорошо смотреть друг другу в глаза, и давайте делать так, чтобы Дивкон был еще более человечным. Все, спасибо, начинаем. А, оно уже постоит, что ли? Ctrl-L. Да, 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 Ctrl-L. Да, в общем, у нас будет много интересных докладов. Я заменяю Алису, которая не смогла прийти, и меня попросил, собственно, Сергей выступить хоть чем-нибудь. Ну, хоть чем-нибудь я выступать не умею, поэтому буду стоять со всеми докладами. Это хороший доклад с Сиска, но он еще не опубликован. Ну, я, естественно, не успел за час запилить новый ресерч, вы уж извините. Вот, поэтому я первый раз в жизни буду реюзать свой же доклад второй раз. Это у меня первый такой опыт. Я не успел его даже доработать, просто изыск. Но он еще нигде не читался на русском, и ребята с Сискана не выложили его. Поэтому я успел только сменить логотип с сингапурского на местный, и все, собственно. О чем этот доклад, и вообще, что я сегодня буду рассказывать? Все остальное будет по программе. Это про веб, кто не знает. Немножко о себе, буквально пару слов. Я занимаюсь практической безопасностью довольно давно, и свое внимание фокусирую на безопасности веб-приложений. Если что, меня зовут Дозен, я же Иван Новиков, у меня есть твиттер. Также я занимаюсь поиском уязвимости для своего удовольствия на баг-баунте и руковожу компанией Valarm по разработке продукта для защиты от уязвимости атак. И вот, что такое, собственно, ну что такое? Что такое, собственно, Key Value Injection и откуда идут остутки ноги? Пару лет назад на Black Hat я презентовал ресерч по инъекциям в Memcache. Memcache – это очень популярная технология. Наверное, ну все знают, что такое Memcache, кто занимается вебом. Это технология кэширования в памяти. И исследовал, как туда люди пишут данные, как работают драйвера для веб-приложений, которые, собственно, эти данные туда кладут. И нашел интересную вещь. Оказалось, что можно туда делать инъекции. Это аналогично тому, что мы имеем с SQL. Можно туда инжектировать команды из области данных и таким образом получать разные прикольные эффекты. Ну, собственно, в базовом варианте выглядело это так. В какой-то идентификатор сессии передавался специальный символ переноса строки. Это неправильно обрабатывалось и приводило к тому, что команда Flash-o проходила там, где должны быть данные. И весь Memcache чистился. Не бог весть, какая сложная вещь. И полная ссылка есть вот здесь. Можно почитать, ознакомиться. Это начало этой работы, которая была положена пару лет назад на тему вообще k-value и том, что там тоже есть инъекции. Вторая интересная вещь здесь состояла в том, что помимо того, что мы можем напрямую делать input-валидацию, ошибки на добавление каких-то специальных символов управляющих в последовательность, мы можем обходить само состояние нашего сервера. То есть если мы передадим, например, очень много данных, то сервер свалится с ошибкой, что это невалидный ввод, но при этом следующую нашу команду будет воспринимать именно как команду, а не как данные, потому что он просто plaintext-сервер. Это приводит к тому, что следующая строка, по сути, начинает репетироваться как инструкция. Мы получаем инъекцию там, где, казалось бы, нет, просто отправляя в ключ очень много значения, очень много текста. Если он превышает 250, то команда, поскольку она читается строка за строкой, первая команда падает с ошибкой, вторая нет. Это предыстория этой работы. Опять же, вот полная ссылка, там все хорошо написано. Ну и еще небольшая предыстория. Это пару встреч на Дивконе. Здесь я говорил про Elasticsearch, про то, как… Ну, собственно, когда я Дивкон был в Mail.ru, по-моему, да, пару встреч назад, я говорил про то, что Elasticsearch – это тоже интересная технология и тоже не особо к K-value, больше относится к NoSchooler, разумеется, но по сути обертка, которая для нее существует, это те обертки, которые существуют для того, чтобы ваше веб-приложение могло работать с Elasticsearch, оно тоже может быть уязвимым, и получаются очень интересные баги. Первый баг я нашел чисто файзингом Фейсбука, вот, получил за это тысячу долларов, просто отправив в Фейсбук какие-то символы JSON, и все сломалось, я написал им, ай-ай-ай, у вас все плохо, они сказали, о, круто, это инъекция, все в Elasticsearch, но сделать сегодня ничего нельзя, но баг прикольный, вот эти тысячи долларов, поди плохо. И, собственно, приходим к структуре, что такое K-value. Вообще я бы хотел назвать этот доклад NoSchooler инъекции, но поскольку под этим термином подразумевается вообще не то, этот термин уже занят за каким-то непонятной штукой, я не хотел реюзать его, да, и буду, и назвал его K-value, исключительно для того, чтобы не пересекаться, и чтобы в тегах, ну, чтобы люди не думали, что это про те же самые инъекции, что и в тех NoSchooler, которые сейчас заресечены. Зачем это нужно, я пояснил. Хотя по факту, да, мы будем затрагивать не только K-value, но и другие. В целом, K-value injection, ну, что такое K-value базы данных, да, это MemeCache, MemeCacheDB, который сделан на MemeCacheDB, Redis очень популярный, React, Couch и, возможно, другие. Ну, можно спорить, где граница между K-value и документными базами, да, по сути, NoSQL на основе документов, где объектом является уже документом, можно наделять его какими-то свойствами. Собственно, люди будут говорить, кто больше любит K-value, будут говорить, что у нас есть индексы над индексами, двойные ключи, и это тоже, по сути, аналоги этих документов. Поэтому я границу проводить не буду. Да, это NoSQL, но мы его так не называем. Почему? Потому что, чтобы не гуглилось, не то. Все. Поехали дальше. В чем отличие между нашими классическими SQL-инъекциями, к которым мы привыкли? Когда мы говорим про SQL-инъекция, мы говорим про УЗИМ на стороне приложения. Вот, по сути, три слоя можно условно выделить. Это код какого-то вашего API, который позволяет отправлять запросы, и код вашего приложения, и, собственно, код самой базы. Так вот, в случае с SQL-инъекцией у УЗИМа код веб-приложения. То есть это веб-приложение как-то неправильно вызывает обертку, а обертка написана нормально. Это очень важно. В случае у нас вещи, про которые мы говорим, кей-вэлю, по которым мы рисочим, они не такие, потому что УЗИМ вропер, то есть тот код, который использует приложение для того, чтобы обращаться к базе. То есть это программист не пишет. Это может быть написано на C, быть закопано где-то в СОШке, в DLL, жить где-то внутри, и вы даже можете не знать, что разработчик не заботился о том, чтобы ключи, например, не имели такие имена. И это очень важное отличие, потому что это нельзя быстро исправить. И люди об этом просто не знают. Ну, собственно, очень простой слайд. Если вам быстро надо понять, что такое KVL-инjection вообще, новой SQL-инъекции, можете просто скопировать, сфотографировать вот этот слайд и струячить так же, как и раньше. Ничем не меняется. Меняете слово select на слово get, insert на слово set, кавычки меняете на переносы строки и точки точки слэш, если это REST API, они будут переключать методы. И проверяйте максимальную длину ключа. Все. Вот ровно то же самое, те же самые фазеры, те же самые идеи. Вот как все работало, так и будет. Просто вот Трамп вам подскажет. На самом деле все гораздо сложнее, но хотелось как-то упростить, быстро дать понять людям, которые хотят переключиться и искать такие баги тоже. Очень просто. Ничего принципиально не меняется. Те же самые баги. Да и другой слой. Да и другая механика. Но в фазе абсолютно так же просто. Так, собственно, они были найдены. Как фазим? А, собственно, первым делом просто там 1-байтовым фазером отправляем имя ключа. Да, под методом set я понимаю метод какого-то, собственно, нашей вот этой обертки, да, рэпера, который оборачивает вызовы k-value в непосредственно приложение, чтобы мы могли удобно пользоваться, писать какие-то ключи под значениями на 1-байтовый фазер. Как ни странно, 2-байтовый фазер. Ну что, 3-байтовый, да? Проверка на максимальную длину, пробы точка-точка слэш, потому что это, если REST API, то оно будет давать паст-раверсал и, соответственно, другие методы может вызывать. Ну и все, что я фазил, доступно в докерах, можно скачать. То есть, чтобы не мучиться, я старался все это оборачивать в докер и выкладывать в open source, чтобы можно было воспроизводить какие-то вещи и пытаться тестить какие-то новые платформы, если будет желание. Первым у нас идет Redis. Начинаем практическую, значит, часть, да? Что такое Redis? Ну, наверное, все знают, что такое Redis. KeyValue датабаза очень популярная. У нее есть встроенный движок внутри на лоа. У нее есть протокол REST. REST – это довольно интересная вещь. Она плантекстовая, то есть человекочитаемая. Но она имеет два параллельных синтакса в рамках одного REST. Один нам подходит, там нет проверок. Он как в ММКШе выглядит. Там просто есть сет, что-то там данные. Там нет ограничений на длину особо и нет проверки самой длины. И вторая имплементация более разумная. Там, по сути, есть легкая сериализация. И она учитывает длину. То есть в протоколе в каждом запросе к этому рейде серверу будет указана длина тех данных, которые придут следом. А это автоматически нам гробит все наши инъекции. Как показано будет дальше, инъекции гробят, а логику нет. Делимитером является перенос строки с Lashar-слышан. Кстати, мне всем нравится говорить, почему у нас Lashar-слышан. Знаете, с каких вообще годов тянется вот эти два байта? Почему два байта вы переносите строки? Да, один из них — это возврат каретки. Каретки, Карл. Два байта нужно, чтобы переносить каретку. И уже никто не помнит, что такое каретка. Но память о ней жива. Там же есть еще в управляющих control-байтах байт, который, если отправить, будет звоночек. Ну и потрясающий просто байт стереть. Там много всякого хлама. Поэтому у нас иногда оказываются в жизни такие технологии, которых мы уже давно забыли. Тут не хватает людей, которые знают про архитектуру процессоров. Там вообще волосы дымом встают. Но неважно. Разные две имплементации. Первая выглядит вот так. Здесь нет никаких ограничений на длину. И, соответственно, можно вместо AA передать что-нибудь. Перенос строки — все будет хорошо. И вторая имплементация вот такая. Здесь указано, что здесь будет дальше отправлено три элемента. Вот это длина первого элемента, то есть первой строки — три байта. То есть сколько бы мы сюда ни передали, длина будет корректно отображаться вот здесь. Поскольку он читает слева направо, даже если мы сюда перенесем slash r slash n, то это не будет воспринято новой командой, потому что вот здесь написана длина. А вот здесь нормально все будет. Будет новая команда. Соответственно, также следующий элемент — его длина. Этот элемент — его длина. Это очень круто. И это юзается во всех обертках. То есть все обертки юзают вот этот механизм. Этот механизм нужен только для дебага. И только на CTF-ах можно встретить вот такие варианты. Ни один драйвер, собственно, обертки, который я нашел, не юзал такой вариант. Хотя это работает, но используется вот такая штука. Она более надежная и дубовая совершенно. Единственное, что можно здесь сделать, попробовать ссунуть сюда 0-байт и надеяться, что она, тот, кто обернет, неправильно посчитает длину. Да, здесь будет неправильная длина указана. Но такое тоже не будет работать, но про 0-байт буду говорить попозже. Там есть встроенный Lua Scripting Engine. То есть луашка засунута внутрь Redis сервера, и можно исполнять эти команды. Но зачем это нужно? Понятно, да. Вы записали очень много данных, у вас 64 гигабайта в Redis, и тут вы решили их проанализировать. Вы можете, конечно, их перекачать все через сокет, и вам скажут люди, да, классно, мы 64 гигабайта записали, и теперь мы еще раз их выкачаем, свою память еще положим и пробежимся по ним. Для этого есть специальный Lua, в который вы можете сказать, вот, дорогой Redis, вот тебе Lua Scripting, и ты уже сам пробежишься. Соответственно, он не будет перекачивать эти данные через сокет, отберет из этих записей 25 и отправит назад. Это куда проще. Поэтому есть встроенный Lua. Lua за sandboxing. Ну, понятно, что там нет файловой системы, нет работы с операционкой, нет работы с сокетами, ну, всякое вот это мясо, которое обычно нам нужно для того, чтобы писать эксплойты. Но этот sandbox недавно обошли. Вот, собственно, вот работа. Дядьки недавно, в 15-м году, в конце. Вот, они нашли очень классный метод обхода через байт-код. То есть оказалось, что функции были заблокированы в sandbox по именам, но при этом по адресам работали. И как бы через байт-код можно было их вызывать. Ну, и, собственно, третий вариант. Есть в самом Redis уже, не без Lua, есть функция записи файл через config.set, dir.db.file.name, который говорит Redis, куда складывать дампы. А дампы — это наши данные. И, соответственно, мы так можем писать файлы на тачке с Redis. Передавая ему команду config, она будет писать туда файлы. А файлы — это все, что нам нужно. Если там есть веб-сервер, то пишем туда там большие дампы с PHP. Как-нибудь туда пролезает наш PHP, и все отлично. Вот. Это все, что нужно знать про Redis. Теперь про баги. Я проанализировал 8 оберток под PHP, 11 оберток под Python, 4 под Lua, и ничего в них не нашел. Вообще ничего. То есть они все юзали REST с ограничением по длине. Они все фильтровали 0 байта, и, соответственно, ничего не работало. То есть никакого варианта происпользовать этого не было. И очень было печально, на самом деле. Вот. Ну и трюк с максимальной длиной тоже бы работал, но пришлось бы 512 мегабайт засунуть, потому что если в Memcache 250 максимальная длина ключа, то в Redis 512 мегабайт. Но он не работал, потому что Redis, он крутой. Он когда находит ошибку в протоколе, Memcache, он что говорит, жду дальше команд, а Redis, он соединение дропает, сокет закрывает, и все. То есть я ему готов был отправить. По сути, эта бага позволила на длине ключа отправить туда еще данных, но он сам закрывал за собой сокет. Ну, как и любой уважающийся сервер, если он видит от клиента сообщение, которое он не может отпарсить, или оно вызвало ошибку, он закрывает соединение, и все. Memcache на плане очень примитивный, и он так не делает, а Redis делает. Поэтому эта штука тоже обломалась. Казалось бы, вообще все обломалось. Но единственная вещь, которая работала, это какое-то CTF-задание ребят, которые сами написали на Redis себе обертку, и она была уязвима. Ну, это был CTF, ясен пень, что там как-то надо было это использовать. Но такая работа есть, можно ее почитать. Иногда в Redis удается сделать инъекции. Но только в том случае, когда вот эту обертку пишут сами люди. Но они никогда не пишут в реально боевых веб-приложениях. А как бы моя цель – это реальные боевые приложения, потому что я на них, собственно, деньги зарабатываю. Там такого никогда не будет. Никто не будет писать ничего на сокетах. Вообще, мне кажется, веб-программисты скоро вообще забудут, что такое сокеты, и, может быть, это хорошо. Но я нашел вот такую прекрасную штуку. Популярный, собственно, очень драйвер Redis под PHP. И на самом деле это свойство многих оберток. Он, да, там нет инъекций, там все круто, но он сериализует данные. И тут самый тонкий момент. Как они работают? Что такое ключ-значение? И вам нужно записать что-то сериализованное, какой-то объект. То есть объект сложнее, чем строка. Это приведение к строке ему, то есть сериализация, выполняется на стороне драйвера. То есть вот какого-то класса, который программисты написали, и потом все его используют в своих приложениях. Он сериализует и кладет в ключ. Что происходит при чтении? Он читает строку. Как он понимает, что она сериализована? По строке. То есть ему все равно, что положить в базу. Строку, которая сериализована нами, или объект, который он сериализует сам. Когда он будет читать, он прочитает абсолютно одинаковые строки. Понимаете разницу? То есть при чтении он никак не поймет, что это он ее сериализовал, или я ему дал строку в свой, по сути, логин. Уже сунул сериализованный объект. И на этом плане можно делать очень крутую десериализацию. Ну а баги десериализации, это вообще очень круто в PHP, потому что это, по сути, выполнение кода в рамках вот этого сериализованного объекта. Он же может дальше прыгать по классам, он уже может… Ну там уже набрать себе, кто-то знает веб, тот знает. Набрать себе там методов, это уже полдела. Главное на сериалайз схватить. И он здесь очень просто хватает. То есть мы получаем реально тупую ситуацию. Мы просто ходим по сайтам, тыкаем в логин с сериализованными PHP-объектами. Или в CAC, если они хранятся в Redis. И ловим профит. Все. Просто потому что они пишутся в базу. А когда читаются, он не знает, что это не он их сериализовал, это моя строка была. На выходе они идентичны. Он их начинает десериализовать. Вообще отличная тема. Поэтому с Redis тоже получилось. Хотя багов не было. Второе у нас идет React. React это тоже очень популярная вещь. Она имеет REST API. То есть все, забыли про протоколы, тут про plaintext, про slashr, slashn. Тут как бы баги другого сорта. Он имеет протобув. То есть у него есть REST API и протобув. Протобув бинарный. Он используется только в одном PHP-реак. В реаке нету scripting engines от слова вообще. В нем есть встроенный на Apache Solar и search engine. Apache Solar это там, где недавно был XXE. То есть просто они рядом его приткнули. То есть он фактически, говоря про безопасность этой штуки, надо говорить про безопасность Apache Solar. А я про него буду говорить. Есть MapReduce. Ну MapReduce это типа скриптинг. За теми же самыми целями сделан. Он на JS и на собственно Ирланге. На JS он сейчас деприкейтед, но продолжает работать на Ирланге. Нормальный. На нем можно творить все, что угодно. Есть нормальные эксплойты, которые позволяют, если есть возможность за MapReduce идти дернуть. React-овская API позволяет выполнять код. Все, что угодно делать. Это уже сделано до меня. Вот это, по-моему, статья. Да. Типа не вытаскивайте React в интернет. Называется статья. Там дядя как раз говорит про то, что вот я нашел React в интернете, почитал, что в нем есть, увидел, что у него есть движок для MapReduce, он принимал код. Я написал там на JS какую-то штуку, которую дергал Ирланг. Ирланг опять дергал JS. Таким образом я обошел все ограничения, которые там были и выполнял код. Поэтому все любят кодов. Выглядит, вызов его примерно вот так. Там вызывается нода, React-овская, вызывается там ее данные, и дальше дергаются какие-то команды. Что здесь примечательного? Примечательность здесь что, что переменные вот эти, те, кто писал драйвер и дергал Trust API, он вообще забыл о том, что это вставится в URL, и забыл про всякие точки-точки слэш. Поэтому вы можете также благополучно отправлять им другие команды. Ну а нужно понимать, что Trust API работает как. Если у вас есть параметр на уровне 2, то с помощью точки-точки слэш вы попадаете в параметр на уровне 1, который уже может в свою очередь делать что угодно, там, шотдаунить сервер и так далее. Выглядит это вот так в жизни. Это, по-моему, а, вот это тот самый эксплойт, который давал нам выполнение кода. Ну а, собственно, с нашей точки зрения он выглядел вот так. Можно было сюда любой метод встать. Какие методы, как бы, в видео не влезет, поэтому не буду говорить. Ну разные, можно почитать документацию. У меня мало времени, поэтому Couch. Couch тоже имеет REST API, имеет the sandboxing JavaScript engine и умеет метод replicate, который может нам делать SSRF, потому что если мы пойдем в метод replicate, то мы как бы сервер баз данных, одним HTTP запросом заставим сдампить все, что у него есть, нам на хост. А сюда мы укажем свой API-шник. Вот примерно так может выглядеть эта штука. Это какой-то гитхабовский, значит, драйвер, который занимается работой с каучем. Ну и, собственно, в нем есть два метода. Один нормальный, один ненормальный. Казалось бы, то есть, по сути, в методе put они сделали все красиво и безопасно, в методе getView они забыли, что вот эти переменные, они никак не эскейпятся, все их конкатинируют, мы получаем инъекцию на точке, точке слэш, вызов любого метода и победа. Вот это там чил. Он очень похож на Elasticsearch, про который я, собственно, раньше говорил. Вот он так раньше работал. Можно было дернуть shutdown на параметре type, и Elasticsearch выключался. Здесь даже не надо было делать точку, точку слэш, они просто забыли, что есть управляющие методы. Ну и, собственно, он очень был похож в этом плане. И вот так работал. Заключение. Первое. Если мы говорим про REST API, нам нужно знать, что желательно элимитировать все методами, потому что метод переключить гораздо сложнее, чем пасс, потому что для пасса есть пасс-траверс. Второе. Использование встроенной команд могут давать нам очень полезные вещи, начиная от SRF и заканчивая записями файлов в зависимости от. И это встроенные команды, которые часто можно просто вызвать. Ну и, собственно, третье. Если у нас есть какой-то простой сервер, туда пишутся какие-то данные и они сериализуются, то десерилизация — это всегда почти вполне кода. А сервер часто не отличает строку от десерилизации, поэтому бегая там, по сути, пикливыми объектами или PHP-объектами в логины или в сессии, скорее всего, можно получить много RCE просто по дизайну вот этой системы. Спасибо. Наверное, на вопросы не будут времени? Будет, я не знаю как. Есть? Ну все, вопросы. Вопросы по роду не таковы. Есть вопросы? Это в баре после. Приглашаешь? Я сейчас пошучу просто на тему, что кто-то не проставился. Ну так, ручки красные у вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...